друзья всем привет снова я в эфире всех с наступившим 2021 годом поздравляю и как вы видите в этом видео речь пойдет вот этом предмете этот предмет это мультитул нож мультитул ну то есть перочины ножек от этой знаменитой фирмы стэнли стэнли часто путают с менее знаменитой фирмы в мире но достаточно знаменитая фирма в россии это как бы псевдо производитель вот такой вот стоим ну я хочу вот рассказать в этом обзоре про вот этот мультитул и затронуть вот похожесть вот этих двух брендов вот смотрите видите дизайн похоже стоим фирма это как бы импортер она не производитель это всего лишь бренд и не заграничный российский бренд который не имеет отношения к западному миру вообще к производству это просто название вот эта фирма размещает заказы на китайских производствах различных вот видите здесь под степлер скобы они сделали так они вообще очень большую линейку как производители себя позиционирует очень много производят на китайских заводах по контракту то есть не на своих производствах и вот этой фирмой владеет компания российская компания мастер нет такой холдинг зал мастер нет в этот мастер нет входят вот это стаер бренд мастер нет владеет стаером владеет крафт тулом который все думают что это германский инструмент на самом деле не имеющие отношения германия и вот этот мастер нет владелец брендов стаер и крафту еще и владелец бренда зубр вы представляете себя зубр поэтому эта фирма она ну как сказать это такая ну суррогат на как бы не хочется их конечно в чем-либо обвинять у них есть хорошие инструменты достаточно и иногда такие позиции которые нет ни у одного производителя или если есть то очень дорого и вот они могут предоставлять вот это вот все в россии разные позиции и вот по стаеру они вот видите взяли такой стиль стэнли но стэнли это стэнли это отдельный это самостоятельный бренд вот этой компании стэнли в стэнли также входит девальт ну девальт как у нас говорят в эту фирму также еще ряд других входят ирвин есть даже вот ирвин знаменитая фирма да и ей владеет именно стэнли этим брендом ну и там ряд других тоже каких-то брендов я сейчас на память не помню и вот приобрел вот такой вот предмет вот такой инструмент это бюджетный инструмент я себе лазермен не могу позволить но я знаю точно что вот такой предмет очень нужная вещь где-либо в сложенном состоянии на всякий случай как вспомогательный инструмент для каких-либо таких локальных небольших работ вот в частности у меня вот этот инструмент он будет лежать в машине в бардачке вот он находится в таком блистере до продавался и вот такая этикетка сборка естественно китайская потому что эта фирма также имеет свои производства свои производственные мощности а стэнли открыла свои заводы в китае и вообще в юго-восточной азии если сравнивать стэнли из ты стоя до или стою то у стэнли есть свои заводы и производственные промышленные мощности а в китае собственные а у стаера ничего нету стаера просто есть контракты которые они размещают на фабриках и заводах в китае это первый момент второй момент ну вот я сейчас перейдем непосредственно к обзору этого инструмента да посмотрите как вот видно уже что выполнено достаточно качественно под контролем от и к самой компании стэнли и весь менеджмент в этой компании но опять же представители стэнли не китайцы естественно они как бы не дадут обгадится извиняюсь за выражение своей компании он брендовые фирменные как-то вы видели уже у меня обзор на отвертки стэнли я очень доволен посмотрите по ссылке в описании то есть этот отвертки просто классная но и по цене очень приятная да то есть не завышенная цена также вот и вот у этого инструмента цена 790 рублей приобрел в одной в сетевом супермаркете гипермаркете французского происхождения который которому дали жизнь на территории и там продаются вот такие вот вещи от компании стэнли ну то есть много инструментов там вот хочу сейчас прежде чем перейти к описанию вот этого инструмента хочу поблагодарить канал окей есть такой американский канал окей boost это мой подписчик александр саша саши привет мы взаимно смотрим друг друга и он меня просвещает по поводу жизни там у них в америке ну и не только меня очень многих зрителей канал очень интересный подписывайтесь на канал вот он меня частенько упоминает на своем канале и я тоже вот его взаимно упоминаю и вообще как бы я готов всех упоминать и всем передавать приветы ну давайте посмотрим что в этом инструменте есть и так вот он исполнил исполнен исполнен очень качественно да смотрите пассатижи полное есть соединение губок четко детали отточены отлиты небольшого размера в ладонь вот смотрите ветер у меня большая ладонь и вот тут получается тоже достаточно крупно сделаны рукояти складывается сейчас я вам покажу в сложенном состоянии без штатива снимаю вот смотрите как он выглядит все четко я его приобрел по той простой причине что мне понадобился еще один такой нож у меня был обзор в предыдущих роликах вот но вот этот вот мультитул метабо но метабо оказался очень громадный косяк так ребят давайте я все-таки установлю на штатив сейчас видеокамеру потому что неудобно одной рукой снимать 5 секунд друзья установил на штатив видеокамеру снимаю на смартфон у меня пока еще нету полноценных всяких примочек для съемок как есть снимаю так что принимайте как есть и свет у меня конечно тоже не алё но стараюсь я сейчас я немножко осветлю здесь значит смотрите остановился на чем на том что вот вот такой мультитул приобрел у него выявился ну при всем идеале его исполнения да тоже классно сделаны даже вот под пружине классно собран нож мультитул у него есть вот один такой существенный косяк сейчас я вот на нем вот на этом раскрою все вот эти вот почти все причин дала друзья вот смотрите так это положим смотрите вот у него тоже классные такие лезвия полотна он у меня в работе уже ну а в такой тоже относительно локальной тоже классные тут исполнение но есть один просто негативный косяк сейчас я покажу вот видите вот тут вот такой набор вот здесь вот такой вот набор сейчас я сложу и вам покажу в чем прикол ну вы уже видели это по прошлым роликом кому интересно тоже по ссылке я сейчас оставлю в описании ссылку на обзор про косяк сейчас еще раз продемонстрирую здесь видите вот этот фиксатор он удерживает как бы вот это лезвие он должен вот здесь вообще при раскрытии лезвие должно фиксироваться но здесь выявился такой косяк что лезвие в обратную сторону вот так выдавливает вот этот фиксатор это можно доработать я специально пока еще не доработал чтобы вам показать сравнение с приобретением нового да и вот оно свершилось сравнить просто два ножа у этого ножа такой косяк как у этого не вы тут вот видите толщина полотна такая приемлемая классная за . тут здесь полотна как бы мне показалось лучше чем вот здесь здесь видите вот такой косяк вот то есть когда работаешь вот этим ножом нужно придерживать вот здесь обязательно пальцем со всей дури чтобы его обратно не выпирала ну это не очень удобно он вот так вот погибается понятно да а так нож конечно классный он по идее должен вот фиксироваться но он не фиксируется складывается в таком вот положении как бы транспортируется ну хранится ну вещь прикольная вот из дешманских мультитулов опять же повторюсь это нила не лазермены до лазермен я мечтаю себе приобрести но пока у меня как бы нет свободных средств 10 тысяч рублей но такой ножичек я пока себе не могу позволить хотя я знаю что лазермен там ну просто идеальный инструмент и давайте сейчас перейдем к этому ножу все-таки уже скорее извините что опять воды много хочу быстро не получается всегда какие-то подробности выплывают но вы смотрите по крайней мере что отображено на экране да то есть и вы будете понимать в итоге что вам надо что не надо тем более как бы я на своем канале стараюсь проецировать до передавать какую-то полезность полезную информацию всем чтобы люди как-то определились что им надо что не надо вот смотрите у этого ножа вот такая вот есть клипса на пояс все металлическая классно сделаны но вот за исключением этого косяка у этого ножа нету никакой клипсы но зато в этого ножа вот такой вот чехол классный из которого материала вот так вешается на пояс и укладывается вот так вот он в чехол мне кажется вот это вот решение лучше чем вот это клипса на клипсе когда ночь во-первых нож он висит на поясе обо что-то можно все-таки цепануть на причем это происходило здесь как бы в чехле то есть будет проскальзывать и плюс не повредиться сам нож и не оторвется да вот этот чехол ну вот про чехол так такая тема так сейчас перейдем посредственно к описанию вот он вот в таком состоянии сложным люфты у него ну а практически отсутствует но есть какие-то допустимые да ну вполне естественно я не считаю что их не прямо не должно быть смотрите здесь он проклепан вот этот нож мультитул проклепан да вот сами вот эти вот корпус рукояток далее здесь нет пружинки как металловском вот этом мультитуллю вот этот мультитул это больше конечно мерчендайзинг продукция мерч продукция то есть рекламная такая продукция имиджевая ну и хотели наверное исполнить какой-то инструмент получилось опять же вот с тем недостатком здесь такого недостатка нету чем отличается этот нож от металловского тем что вот эти вот пластиковые вставки есть достаточно прочные такие они ответят на винтиках вот эти вот вот так вот у него вот вход вот этих рукояток но это ничего страшного потому что вот здесь если сравнить то же самое здесь люфта нет вообще такого как бы есть но это с усилием надо ломать получается живодерна вообще считаю нужно ко всем вещам аккуратно относиться вот здесь небольшой люфтик есть но это вообще ну технологически допустимая вот я его раскрыл опять же вот такие плоскогубцы здесь кусачки вот они здесь далее открываем сам сами полотна вот напильник с этой стороны он как бы наискосок идут вот эти вот грани здесь они не наискосок а уже крест-накрест ну и плюс вот это вот может служить тоже как отвертка лицевая далее смотрите полотно сейчас открываю но хуже чем в метабовском но хуже относительно хуже сейчас секунд вот видите она тоньше и короче тоньше и короче но неимоверно острая неимоверно острая острее за . острее чем вот в этом ножа вот такой вот и у этого ножа не будет вот этого косяка когда вверх да то есть нет не задерется да и фиксация происходит ведь это вот железная железный упор она такой раз и встает некоторые думают что в этот пластмассовый нет это просто накладка пластмассового так вот нож вот туда упирается и все то есть полноценно можно работать но опять же относительно полноценно потому что некоторых город вот это нижняя рукоять мешает да если что-то резать да вот смотрите вот ведь не достает уже полной плоскостью в таком случае проще вот так вот взять вот так вот я считаю так надо сделать вот достаточно удобно вот видите раз вот так удлиненном виде и вот тогда вот так вот можно компенсировать уже расстояние вот этого ручку вот эту просто отогнуть вместе с пассатижами это и самое прикольное что видите если вот здесь держать вот так вот вместе с пассатижами то вот длина ножа вполне такая приемлемая но это правда не полотно лезвие нож вот сюда никак не выгнется вы вот тут его держите то есть у вас больше захват ну или вот так вот можно в итоге да вот так то есть одним одной половинкой работать это как получится вот здесь торчащая вот получается такая вот тема ну или вот все-таки вот так вот можно работать многие говорят что полотном внутрь да получается всегда производители даже в лейтер мэнни плазер мэнни делают полотном наружу да вернее внутрь вот этот лезвие все и вот они складываются заточкой в рукоять некоторые предлагают производителям перейти на производство ножей заточкой вот с этой стороны а здесь как бы не надо заточку получается что вот так вот когда будет пользователь будет доставать нож получается что за . уже с этой стороны тем самым вот видите по плоскости вот по плоскости вот так якобы удобнее да а вот это вот часть должна наверху оставаться и вот так вот работает ну как бы имеют смысл конечно но при сложенном состоянии получается лезвие будет наружу отсюда здесь вот острая то есть как доставать это всегда резаться надо будет или здесь какой-то придется делать дополнительный крючок выталкивать это лезвие вот смотрите дальше в этом ноже есть вот такая вот шлицевая отвертка и вот такой вот такая крестовая отверточка вот две отвертки что-то подкрутить ну возьмем пример вот этот нож ну как бы я не буду крутить но я просто прицелюсь за вот к примеру здесь правда звёздочка шестигранник вот здесь нет шестигранников никак здесь только вот шлицевая отвертка и крестовая ph2 или какая она это она вот в этих я заметил в этих мультитулах вот эти вот все шлицевые крестовые отвертки они условно отвертки то есть у них неполноценно сделаны вот этот вот крестообразная заточка или как ее назвать вот видите вот в таком состоянии вот так вот кому интересно запоминать а вот смотрите ведь еще один момент но опять же это а это я не дошел видите теперь нет такого момента вот теперь не то свете нужно это учитывать видите я хотел на погнать на уже на этого производителя нифига вот просто до конца защелкнуть и будет нормально и вот такие предметы они очень нужны под рукой допустим вот в машине опять же повторюсь для чего в машине для того что что-то где-то подщелкнуть в поход можно не только в машине в поход туристическую поездку в дорогу на велосипеде когда едешь да где-то там в бардачок бросил пусть она лежит она не мешает я часто сталкивался с тем что нужно что-то перевез перерезать тесьму какой-то abs и нечем что-то поддеть abs и нечем а когда вот такой нож есть я вот долго тоже не знал зачем нужны мультитулы да люди обращал внимание некоторые носят его с собой на поясе там или в сумке с собой таскать рюкзаках имеют это вот на случай там такой что вот где-то перерезать тесьму в дороге опять же даже выйдя просто в город куда-то да там в магазин где-то что-то там автолюбители вообще всегда меня помочь вот на почту приехал ты хочешь быстрее посылку вскрыть у тебя нечем просто нечем скотч обрезать какой-то вот это вот вещь в руль выручает всегда при наличии вот таких предметов так перейдем теперь вот в эту половинку рукавятки здесь есть пила сейчас я покажу вот она ну относительно конечно это тоже вспомогательное что-то где-то под какую-то деревяшку подрезать вот она видите это же получается вот она сверху за точкой вниз опять же нас выручит вот это вот тема вот раз и все где-то что-то вот так пила кстати здесь классно но тоже полотно тоньше чем в метабо но в метабо не такая за . смотрите здесь какая за за . здесь двойная какая-то какие-то зубья страшные просто и вот здесь вот у пилы эти вот такой вот есть шлиц это тоже неспроста и я тоже не знаю для чего это конечно по это в процессе я узнаю случае чего покажу потом видео потом вот тут есть вот такой вот я не знаю что это открывашка или что этого типа ну какой-то крюк инструмент это обрезатель да то есть он похож на открывашку то есть вот здесь крюк вот здесь за . типа как топорим что-то где-то поддеть вот здесь острый это опять же надо будет понять в процессе ну в интернете может быть погуглить где-то вот такой маленький ножичек небольшой тоже кстати мне кажется нужно будет вещь не сильно заточен почему туда и толстая здесь уже полотно эти какой-то типа или шила или что протыкатель какой-то да вот здесь вот какая-то штука мне неизвестная кто знает подскажите случае чего в комментариях ну видимо это тоже какая-то открывашка какой-то поддеватель или что стропорез какой-то какое-то отверстие тоже я не знаю что это такое тоже в процессе пойму в процессе эксплуатации знатоки пишите комментарии подсказываете вот здесь есть такая отвертка тоже шлицевая но уже немножко другой формы ну тоже для чего-то я не знаю шире шлиц тоже какой-то протыкатель она толще тоже чем вот это которая вот здесь шлицевая сейчас достану здесь она такая ведь и вот так вот заточена это же все я понял это поддевать вот это вот доставать ногтем полотно вот эти он достал и все вот это флажок это ну технологический наверное какой-то срез для непосредственно для полотна с учетом крепления вот здесь да все понятно здесь вот такая утонжение идет а здесь идет широкая такая вот прямая вот такие две отвертки получается вот кстати смотрите если что вот такая штука ух ладно это игрушечки или вот так вот такая штука то есть можно какой вот этот отворачиватель допустим можно придумать предусмотреть да вот так вот оперевшись вот так вот здесь зажать что-то и вот так вот крутить можно но это уже мне кажется какой-то такой уже лайфхак ключей здесь никаких нету гаечных приспособлений тоже никаких нету вот только если зажимать плоскогубцами плоскогубцы классно сделано губки к друг другу присоединяются ну практически идеально вот эти там еще большая есть но это абсолютно я не знаю это вполне приемлемо щели если сравнить их с метабовскими плоскогубцами давайте посмотрим тоже щелочка есть причем на конце губки не не складываются зато смотрите у метабы есть зачаститель в кусачках зачаститель провода ведь их кругленькое такое здесь такого нет но мне стэнли как больше нравится по той причине это будет практичней я когда-то давно был нож я не знаю кто производитель но он был брендирован под нефтяную компанию ликью молли знаете такой такие масла есть ликью молли немецкие и вот у меня был вот такой мультитул в два раза больше был ну в полтора раза больше был вот этого вот вот этого я его потерял ну давно когда-то было и он у меня тоже в машине был тоже в чехле вот так вот на нем было фирменное ликью молли тоже какой-то мерчендайзинговый так сказать вариант но очень классный да там шикарные были плоскогубцы и я нашел этот нож вы не поверите где у меня была старая немецкая машина бы уж на нее был никакущий салон я решил этот салон заменить я купил с другой душной машины другие диваны и кресла но новые почти да и решил переставить и задний диван когда демонтировал то я нашел это под диваном нож лик и молли старой немецкой машине в относительно старый не в старинной а старый мы не буду говорить какая марка была такая так что вот друзья вот такой вот обзор вот на такой вот нож за 790 рублей я когда заведусь лазерменом я конечно же сделала обзор на лазермен хотя их куча уже в этом в ю тубе ну я свои пять копеек ставлю просто поделиться впечатлениями ну я думаю не скоро это произойдет покупка потому что для меня пока очень дорого все-таки тратится на лазермен хотя я знаю что есть и за 3000 за 4 за 6000 какой-то лазермен по акциям можно найти но это нужно просто в приоритете себе поставить тогда покупку вот такого ножа у меня есть в приоритете другие покупки как бы я пока не рассматривала и не фанатею я прям не упаянный по лазермену хотя я знаю что это бренд просто достойнейший да и стэнли тоже бренд очень достойный 175 лет бренду и это не реклама это просто я делюсь с вами впечатлениями от реально фирм производителей настоящих да не лже не ложных вот этих это ложный вот это ложная так скажем ложная поганка или как вот ложный белый гриб да уж поганка но есть у них есть позиции классная тоже и у меня не есть в арсенале инструментов да там те же самые угольники они вездесущие вот стэнли вский вы на не не сразу найдете да и в магазинах не во всех стенда продается в россии стэнли это в основном западный рынок ну мировой а у нас вот такой суррогат стаер друзья на этом как бы заканчиваю свой обзор не ругайтесь сильно снимаю как могу подписывайтесь на канал всем пока